Учащиеся разного возраста с гвоздиками в руках. Они возлагают их к вечному огню на площади ветеранов. Это знак поддержки российских военнослужащих, которые сейчас на Украине. Патриотическая акция приурочена к особой дате. Ровно 8 лет назад Донецкая Народная Республика объявила о своем суверенитете. Чуть позже, 27 апреля, о независимости заявила и Луганская Республика. Сегодня такая вот дата, когда необходимо, наверное, собраться вместе и вспомнить о том, что есть места, где еще совершенно неспокойно. И хотелось бы, чтобы на всей земле был мир. И ради этого, ради вот этого чувства патриотизма, плеча друг друга, мы собрались сегодня, возложили цветы к мемориалу. И всех нас сегодня объединяла одна идея, чтобы во всем мире был мир. И ради этого мы, наверное, живем и воспитываем наших детей. А подрастающее поколение на площади юные кадеты и участники военно-патриотических клубов, к происходящему на Украине и в мире, как выяснилось, неравнодушны. Это все же никакая массовость. Это личная гражданская позиция активная и патриотическое воспитание. Напомним, в первые дни весны общественники обратились к главе города с инициативой о поддержке российских солдат, что мужественные героически выполняют свой служебный долг. Они предложили зажечь огонь в самом сердце Бурнаула на площади ветеранов. И вот уже месяц, 6 марта, горящее пламя освещает место памяти и силы. Заботу о постоянном огне взял на себя известный барнаулец, руководитель компании «Селф» Нодар Шония. Афганский дом, это площадка, это в память тех людей, которые погибли, сложили головы на территории Афганистана. Поэтому это знаменательно, так я считаю, что сегодня именно здесь это происходит. Подобные патриотические акции считают работники образования сейчас необходимы. Они помогают людям укрепить свою веру в справедливость и дают надежду на объединение брийских народов. Елена Кузовкина, Александр Антропов. День с толком.